МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире новости. Информационную картину дня вам представят корреспонденты телеканала 1-й Карагандинский и Ягуль Ножакен. В начале выпуска коротко о главном. В нищете или в детдоме? Где лучше? Органы опеки забрали несовершеннолетних детей у многодетной матери, которая не может их прокормить. Мать заявляет, что дети всем обеспечены. Незнание закона не освобождает от ответственности. Руководитель управления по защите прав потребителей Жанаркинского района призналась в некомпетентности. Данок нарушения предусмотренного предупреждения о неполном свидетельстве или увольнении. Раньше это по старому законодательству было только увольнение. Их ждут на земле. Поисково-спасательная команда готова встретить экипаж 48-й экспедиции на НКС. Возвращение из космоса запланировано на 7 сентября. Обо всем более подробно. Всех в детдом. Многодетную мать лишили родительских прав, а ее семь детей распределили в детские дома. По словам специалистов отдела опеки, дети жили в антисанитарных условиях. Чиновники неоднократно призывали обладательницу подвески кумусалка навести порядок в доме. Малыши спали на голых матрасах, а укрывались, чем придется. В проблеме разбирался наш корреспондент. Жительница поселка Узинка Ирина Шпеер, обладательница подвески кумусалка. За семерых детей она получает пособие в размере 13 тысяч тенге. В последние годы семья живет в частном доме, где прохудилась крыша, стены трещат по швам и пол от сырости проваливается. Дом трудно назвать пригодным для нормальной жизни. Однако старшая дочь Ирины так не считает. Чистые вещи, все есть постоянно. В интернацию новенькое везем, хорошее. Никто не жаловался. Но тут вот приехали и сказали, что антисанитария, мы забираем детей, погрузили их и забрали. Ну, мама будет ваша отобиваться теперь их? Мама, да, конечно. Она сейчас тоже поедет в Майкудок, в Цвярин, где дети сейчас. В доме нет возможности нормально помыться. Во время нашего визита Ирина Шпеер рассказывала о том, что из-за трудного материального положения вынуждена брать продукты в долг в магазине, который находится неподалеку от дома. По словам многодетной матери, она выкручивалась, как могла. Работала, но сделать ремонт не может, потому что на все необходимые материалы нет средств. Вот здесь пьяницы, живут с детьми еще хуже. Я же не пью, я сидела дома специально, ушла с работы, чтобы помогать здесь все. Они сказали, вообще не получишь их. Они вырывали прям, деду руки ломали, там около забора милиция. Настю головой прям об машину ударили. В детдом ее детей забирают не первый раз. Работники отдела опеки считают, что в детском доме им будет гораздо лучше. Там их хотя бы хорошо накормят и положат в чистые постели. Значит, Ирины, детей четверых мы поместили в Симиртауский ЦАН. ЦАН в Карагандинской области, в которой находится Симиртау. А двух Ольгиных детей поместили в дом ребенка Шаповат. Ну, сейчас мы забрали, мы сейчас посмотрим. Завтра, если придут, скажут, что дайте нам время, шанс, мы будем убирать, уберемся, то-то, то-то, тогда мы подождем. Мы же не звери, может, месяц ей дадим времени, чтобы мы посмотрим. Если никак, тогда уже, конечно, документ пойдет в суд. Самому маленькому ребенку пять лет. Гости с отдела опеки захватили и двоих детей ее старшей дочери, которая недавно решила жить с матерью и помочь ей отремонтировать дом, но не успела. Ирина не хочет отдавать своих детей, потому что когда-то воспитывалась там сама. По ее словам, в детдоме их будут обижать, издеваться, как когда-то над ней. И все же, шанс стать хорошей мамой у нее еще есть. Для этого нужно лишь написать заявление и, самое главное, улучшить условия жизни. Для этого у нее есть ровно месяц. Жасказганский телеканал «Дидар» и ТО «Полигон» будут выставлены на торги. Первый аукцион планируется провести в конце сентября. Сейчас объекты проходят процедуры оценки. Кроме того, в области на торги выставлены 16 государственных газет. В комплексный план приватизации на 2015-2020 годы включены 43 предприятия. На торги выставлены дочерняя организация СПК «Сарарка», управление парками, Центр государственно-частного партнерства, коммунальные государственные предприятия «Горсвет», «Благоустройство» и «Балхаш Энерго». Из числа средств массовой информации – Жасказганский телеканал «Дидар» и 16 редакций газет, в том числе газеты «Индустриальная Караганда» и «Орталык Казахстан». В 2016 году подлежат приватизации 15 организаций, в том числе одна дочерняя организация СПК «Сарарка». В 2017 году – 18 организации. В 2018 году – 2 организации. В 2019 году – одна организация. В 2020 году – 7 организаций. Тендер по приватизации состоится в ближайшее время. Те объекты, которые не будут проданы после нескольких попыток, будут либо ликвидированы, либо останутся в коммунальной собственности. Не представляется возможного выставления на торги в 2016 году одной организации – коммунально-государственное предприятие управления городскими автодорогами. В связи с тем, что решением специализированных межрайонного экономического суда от 23 апреля 2013 года назначены процедуры реабилитации сроком до 1 октября 2018 года. Несмотря на проводимые торги, желающих купить эти объекты немного. Глава региона Нурмухамбет Абдебеков посоветовал составить список потенциальных покупателей и сообщать им о торгах через СМС. Если есть необходимость, вы не ленитесь лениться, то мы не будем лениться заставлять вас работать. Другого выхода нет. Также в сентябре будут выставлены на торги региональный центр государственно-частного партнерства, городской спортивный клуб «Жик-Пиджек» в городе Балхаш и еще ряд объектов в городах Садпаев, Жасказган, Абай и Сарань. Стоимость многих предприятий снижена на 50%. В целом, по итогам 8 месяцев на торгах реализовано 13 объектов на сумму 9,5 миллионов тенге. Айям Амрина Александр Цирикидзе, 1-й Карагандинский. В Акимате Карагандинской области назначен руководитель организационно-инспекторского отдела. Им стал Мерген Мукушев, занимавший ранее должность руководителя управления по вопросам молодежной политики Карагандинской области. Также до назначения 31-летний Мерген Мукушев являлся советником Акима области. Он имеет два высших образования по квалификациям бакалавр техники и технологии, бакалавр экономики. На государственной службе с 2007 года работал главным специалистом, главным инспектором аппарата Акима района имени Казбек-Би города Караганды, главным специалистом организационно-инспекторского отдела, руководителем отдела социальной сферы и занятости населения аппарата Акима области. Впереди короткая реклама, а после мы продолжим выпуск. Оставайтесь с нами. КОНЕЦ «Галакси» рекомендует высокопрочные окна торговой марки «Галвин» и противовзломную фурнитуру «Форнакс», которые лишают грабителя возможности быстрого и бесшумного проникновения. Спрашивайте у изготовителей окон вашего города. Руководитель управления по защите прав потребителей на транспорте одного из отделений Жанаркинского района едва не лишилась работы из-за незнания закона. Женщину привлекли дисциплинарные ответственности за путаницу в размере наложенного штрафа. Вместо 850 тысяч тенге она взыскала с провинившегося бизнесмена всего 424 тысячи. Поблажка не осталась незамеченной. Транспортная прокуратура выявила ошибку и обратилась в Совет по этике. Сегодня Меркеш Беремжанова предстала перед членами Совета. Своё оправдание чиновница рассказала, что в их управлении нет юриста. Это моя ошибка. Я признаю, я работаю в этой сфере уже 5 лет. У нас не очень большое управление, юриста нет. Изменения в законодательстве, видимо, упустила. Впредь мы будем проводить специальные семинары и следить за новыми законодательными актами. Чиновница получила предупреждение о неполном служебном соответствии. Конечно, это достаточно серьёзное наказание, потому что само нарушение считается достаточно серьёзным, потому что это проступник, дискредитирующий государственную службу, если он действительно оказывает предпочтение физическим и личным лицам. А вот руководитель отдела экономики и финансов города Приозёрск Наталья Струментова отделалась простым замечанием. Правда, и поводом для замечания стал сущий пустяк. Женщину обвинили в повышении голоса в отношении коллеги. Также на Совете по этике отчитались о профилактике коррупционных рисков. Сотрудниками департамента и их супругами, а также вновь принятыми сотрудниками, в своевременно предоставлены декларации о доходах и имуществе. Документы вновь принятых сотрудников в установленные сроки направляются до прохождения спецпроверки в Департаменте ориентарной саданной безопасности по Каракандинской области. Также члены дисциплинарного совета отчитались о проделанной работе. По их словам, Совет по этике не преследует карательную цель. Главная задача – это профилактика правонарушений среди государственных служащих. К другим новостям. 7 сентября в 7 часов 13 минут в 148 километрах от Джисказгана ожидается посадка спускаемого модуля космического корабля «Союз ТМА-20». Накануне этого события в Караганду прибыла команда, которая и будет встречать космонавтов. Они рассказали, насколько это сложный этап космического полета, возвращение на Землю. Приземление, равно как и взлет – это наиболее сложный и опасный этап всей космической экспедиции. Не случайно за несколько дней наземная команда готовится к встрече космонавтов. 7 сентября в 7 часов 13 минут по местному времени ожидается приземление экипажа экспедиции МКС-48 с космонавтами Роскосмоса Алексеем Овчинниковым, Олегом Скрипочкой и астронавтом НАСА Джеффри Уильямсом. Заместитель руководителя Росавиации Александр Ведерников заявил о стопроцентной готовности поисково-спасательного обеспечения посадки. Резервный день у нас 8 сентября 2016 года. Основные данные, я думаю, нам доведут представители от РКК «Энергия». 2 сентября было проведено заседание посадочной комиссии. Районы, которые были облетаны представителями военно-космических сил РКК «Энергия», Росавиации, признаны годами. Наиболее лучший район, признан для проведения поисково-спасательных работ с учетом результата облета, это район номер 6. Вот у вас он на слайде представленный. Район номер 6 находится в 148 километрах юго-восточнее Жасказгана. Ровная каменистая площадка с жесткой растительностью. Не только российские специалисты будут принимать участие в эвакуации космонавтов. Своего астронавта встретит и американская НАСА. Все специалисты НАСА находятся здесь. Вчера самолет наш прибыл без каких-либо проблем. Мы понимаем, что существует возможность посадки с других витков, поэтому при необходимости наш самолет и персонал будут доставлены либо в Жасказган, либо в Астангар. Мы получили распределение по вертолетам, готовы операции поддержать. Все необходимое оборудование имеется. О готовности казахстанских служб оказать всяческое содействие заявил заместитель Акима Каргандинской области Жамдос Абишев. В частности, он отметил, что встреча космонавтов в нашем регионе за многие годы отработана детально. То мероприятия отработаны согласно межпроизводству соглашения между Российской Федерацией и Республикой Астангарской области. Мы готовы для встречи и приема экипажа. Хотим пожелать удачной, мягкой посадки. Своих коллег на земле встретит и экипаж-дублер. По традиции, космонавты и астронавты посадили саженцы деревьев в парке-гостинице «Космонавт». После посадки экипажа на Международной космической станции останутся российский космонавт Анатолий Иванишин, японец Такую Аниши и американский астронавт Кэтлин Рубенс. Андрей Тенжек, Салык-Нуртай, Александр Царикедзе, Первый Карагандинский. Пресс-служба Акимата Караганды сообщает, что в связи с ремонтными работами 6 сентября будет перекрыт участок автодороги от здания Караганды «Жилой сбыт» до заезда к дому номер 44 по улице Ерубаева. Дальнейшее перекрытие будет осуществляться участками, сообщают в Акимате. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин